Такой плотности внешних и внутренних испытаний уже давно не было. Слишком горячо на территории южной соседки зона евро борется с долларовым доминированием. И на этом фоне традиционный уклад мировой экономики подвергается экспансии лобби искусственного интеллекта. А самообъявленный гегемон не раз уже спотыкается на глазах всего мира. Управлять в условиях такой-то турбулентности способен опытный, вовлеченный человек, который готов принимать решения. Программные документы, корректированные, которые связаны и в рамках правительства, и мы их в полной мере реализуем. Игорь Викторович, или садитесь, или ответьте на мой вопрос, который я вам задал. Здесь же умные люди сидят. Как вы оцениваете работу Министерства образования? Что надо добавить? Чего не хватает? Ректоры как работают? Вы вот сейчас говорите, и я понимаю, вы не живете этим вопросом. А если вы не живете, как специалист, этим вопросом, вы ничего не сделаете. Александр Георгиевич, живу каждый день этим вопросом. Оно идит, да. Большинство мероприятий в графике главы государства сейчас со стратегическим подтекстом. Прошедший официальный визит в Узбекистан стал историческим. Какой у нас не было? Я не могу не говорить. Прорывные договоренности и участие Беларуси в главных проектах развития страны в центре Центральной Азии. Там есть много чего, но дефицит кадров. Это мировая тенденция, рост на запросы интеллектуальной страты. А любые стратегии и современные труды по экономике связывают развитие именно с человеческим потенциалом. Это главная точка роста. Когда мы говорим о потенциале, мы прежде всего говорим о людях. Кадры решают все, и этот лозунг не перестает быть актуальным на сегодняшний день. Могу сказать, как и представитель научного сообщества, и как представитель системы образования, о том, что сегодня нельзя отделять образование от науки. Почему? Потому что образование и образованность – это диаметрально противоположные зачастую вещи. И от образованного человека мы ожидаем прорывных идей. Это значит глубоких знаний, профессиональных компетенций. Но это еще и значит умение и возможность творить. Полет мысли должен быть. И интеллектуальный пул страны, элиту высшей школы, сегодня пригласили на разговор к президенту. После насыщенного исторического визита у первого – исторический разговор с ректоратом Беларуси. Встреча не спонтанная, анонсированная. И со свежими выводами после посещения Узбекистана. Вопросов, согласитесь, накопилось достаточно. И мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. В начале 90-х мы сделали невозможное, чтобы сохранить научные школы и компетенции по подготовке специалистов с высшим образованием. Берегли каждую копейку. Вкладывали в сферу немалые средства. И результат. Количество вузов выросло с 33 до 50, а студентов – в полтора раза. К сожалению, количество не стало качеством. Причем в период, когда экономика только-только начала оздоравливаться после финансового коллапса первых лет независимости. В Барановичах, Пинске, я сказал, кое-где еще частные вузы мы открыли. Но вопрос сегодня в том, насколько они загружены, особенно в Пинске и Барановичах. Тогда губернаторы слезно просили открыть эти вузы для того, чтобы на региональном уровне готовить специалистов. Какой результат? То есть мы не просто определили тогда стратегический приоритет государственного развития, а сделали его практикой. Краткий исторический экскурс, чтобы погрузиться в глубинное содержание будущего. Благодаря четкой позиции Лукашенко страна не скатилась по накатанной дорожке спекулятивной философии. Героем был выбран врач и учитель, интеллектуал. Студенческой деревни, технопарки, современные лаборатории и просторные аудитории. Мы продолжаем строить и создавать национальный научный потенциал. Да, на фундаменте советской школы. Хотя, по принципу «воспитай, чтобы управлять», на наше образовательное пространство зашли чуждые тенденции и традиции. Самое важное, мы сохранили преемственности качества классического образования. Был риск кинуться в реформы и эксперименты. Нас очень активно пытались втянуть в них деятели различных зарубежных фондов. Делалось это не случайно. Ну, и давайте откровенно говорить, кое-где мы туда вступили. Будем честными. Советская высшая школа дала миру гениальное открытие, прославленное на весь мир имена. Тогда полученные в наших вузах знания были на вес золота. И сейчас Беларусь едут учиться, потому что мы сохранили лучшие советские традиции. Сделано для сферы высшего образования много. Созданы условия, научные школы, интеллектуальный потенциал сегодня бережем, как зенец ока. Поэтому мы все, абитуриенты, студенты, их родители, наши предприятия, организации, да и я в том числе, вправе ожидать отдачи. А результат где? Молодежь – среда протестных настроений и релакантов. Но именно молодежь, тем более студенческая, самая продвинутая, самая чувственная и доверчивая. Возраст такой. Это же будущее нашей страны. Пустить на самотек процесс образования и воспитания – гибель. Потенциал развития сейчас в аудиториях, поэтому такое пристальное внимание именно к этой части белорусского общества. И в сложный период 2020 года и совсем недавно глава государства посещал ведущий его страны – Белгосуниверситет. Работа над ошибками не сделана. Сегодня более четкие требования. По опыту работы с Минздравом будет создана группа, которая оценит систему всей высшей школы страны. Затем будут сделаны выводы. Дедлайн оговорен. К 1 сентября ректоры вузов должны вместе с своими коллективами принять необходимое решение. Как результат – качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны. Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Многие, сбежавшие туда за образованием, быстро начинают понимать разницу. Многие возвращаются, но не все. Этого шатания быть не должно. Но до сентября, предупреждаю правительство, администрацию и министра Андрея Ивановича, мы как по школе соберемся и спросим с каждого. Задачу, знаете, молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными инновациями. Народ разброда и шатания в образовании не примет. Программы, учебники, преподаватели. И выходит здоровый, нормальный выпускник, который может работать в тех сферах производства, где он мечтал до поступления. Смело обозначать проблемы, заниматься их решением. Мы, белорусы, так уже привыкли к таким действиям президента. Требовательный к своему избраннику, жаль, что не к себе. Но сейчас колоссальный исторический опыт первого позволяет предвидеть проблемы в будущем. Вопросы жизнь ставит нам с вами принципиальное и острое. Вы, люди умные, ученые, со степенями, понимаете и меру своей ответственности, и суть исторического момента, знаете, как важно не упустить его в эпоху смены поколений. Треть века назад нам удалось пройти по краю пропасти, не свернув с дороги, которую прокладывали наши предки. Посмотрите на тех, кто свернул с этой дороги. Прибалтика, Украина и другие. Загубленный промышленный, сельское хозяйство. Куда готовить кадры? Понятно, для тех стран, на чьи подачки живут, вот такая национальная идея. Это не наш путь. Я только что вернулся с Узбекистана. Богатая, продвинутая в данном случае страна. И вопрос номер один. Вот сколько я там был и встречался с президентом. Помогите с образованием. Александр Лукашенко после детального и тщательного изучения образовательного пространства выделяет сразу несколько плевел. Первое. Дорогостоящая сфера высшей школы должна готовить не фрилансеров и свободных художников с дипломами, а специалистов под потребности экономики. Упаси вас Господь готовить то, чего нам не нужно в стране. Мы как будто забыли, как в 90-е начали готовить толпы юристов, экономистов, которые, получив диплом, пошли работать таксистами и разносчиками пиццы. Да и сейчас, после окончания вуза, многие выпускники работают не по профилю. Неоднократно обращал внимание на эту тему. Подготовка непрофильных специалистов, низкая закрепляемость на первом рабочем месте, уход из профессии – это непозволительная роскошь для нашего государства. Что нам деньги некуда тратить? А если учесть, сколько государство платит то, что это, если не экономическое преступление, хотел бы услышать, как вы объясните факты уклонения от отработки, а еще хуже договорняки между нанимателями и вузами, причем на бумаге не подкопаешься, где ваш контроль. Получается, выпустили и забыли. Так дело не пойдет. И напомню, вы не коммерсанты, вы ректоры вузов и мыслить обязаны по-государственному. В первую очередь, вы должны готовить кадры под потребность отечественного реального сектора. Пока системной работы Минэкономики, Министерства труда, образования, да и губернаторов в этом вопросе не видно. Ежегодно 8 тысяч студентов уходят из университета. Причем половина из-за неуспеваемости, а вторая половина из-за разочарований в выборе своей учебы. Чтобы не ошибаться, в стране развивается система профильных классов. Проводим раннюю профориентацию школьников. С прошлого года вернули допрофильную подготовку 8-9 классы. Уже мы, Александр Григорьевич, развиваем профильные классы. Да, процент поступления после профильных классов сегодня находится на уровне 20-30%. Наиболее высокие результаты у педагогических классов. И сегодня мы видим, что благодаря вашей поддержке это дало свои результаты. Только в наш ведущий педагогический вуз, в эту приемную кампанию, на дневную бюджетную форму получения образования, половину приняли из числа медалистов и успешных выпускников педагогических классов. Эту работу, конечно, надо продолжать и по другим профилям. Это аграрный профиль, спортивно-педагогический. В этом году создали инженерные классы. Отдельная тема – это аграрные вузы. Престижно, непрестижно, но ректор Горецкой академии отчитывает, мол, алгоритм выбора создан. Мы предлагаем проводить подбор целевиков, проживающих на территории своего и соседних районов, где располагается соответствующее предприятие, для дальнейшего их возвращения домой и, конечно же, закрепления. Заключать целевые договора напрямую с сельхозпредприятиями, а не с комитетами и управлениями по сельскому хозяйству. Также назначать доплаты к стипензии студентам и другое. Я ведь работал в сельском хозяйстве руководителем. Все сейчас делают упор. Да, надо им создать райские условия. Молодежь пришла квартиру, жену или мужа подобрать, а то детей за них родить. Все это сделает зарплату хорошую. Но так не будет. Чего мы перед собой ставим эти цели? Надо прийти и героически, поработав там, это все заслужить. Я, вам говорит, человек, который как второе образование закончил вашу академию, третье уже было образование, после политического. Я осознанно пришел на экономический факультет. Почему? Потому что я знал, что в сельском хозяйстве мне нужна будет экономика. Спустя некоторое время, будучи историком, мне подсунули математику. Но статистика на таком уровне, я президент сегодня, вспоминаю, думаю, зачем это мне было? Идти от жизни – один из принципов работы президента. Александр Лукашенко не теоретик, он практик. Вижу заведующую ферму, которая с техникум там и так далее, поработала немножко после колледжа. Прекрасный специалист. Прекрасный специалист. Но к вам она не пойдет. Она боится вашей программы. Она боится учиться там, в этой академии. Мы упрощаем уже, у нас такого... Нет, упрощаться не надо, но надо им предложить то, что им нужно. Я же вам говорю, вот я пришел в академию, я знал, что мне надо экономика. И она пришла, да, я за техник, мне надо за технику. А ей посовывают высшую математику. Отдельная тема – вымывание мозгов в социально ориентированных государства. Каждого гражданина словно за руку ведет по ухоженному пути. А в итоге инвестируем в космополитизм. Решать необходимо две проблемы. Первое – воспитывать патриотов. Второе – профессионалов. Мы должны стать еще лучше, чтобы в условиях открытой образовательной сферы были вне конкуренции. Стремление выпускников получить высшее образование за границей. Есть такая тенденция, не катастрофическая, но есть. Это что за мода? Или это объективный выбор? Хотел бы услышать пояснение на сей счет. Надо понимать, что те, к которым мы готовим в ВУЗы – это будущая элита государства. Нашего государства. Как вы за них боретесь? Конкретный вопрос, на который я хотел бы услышать, конкретный ответ. Конечно, они могут вернуться, эти люди, но с совершенно перевернутым сознанием. И почему БГУ, БНТУ, Медвузы, ГУИР не являются для наших студентов, вундеркиндов, приоритетом для поступления? Или, может, нет такой проблемы? Социологические опросы показывают, что есть. Далее, я уже это отмечал, учебная программа. Своевременно ли вы их обновляете? Внедряете новейшие технологии в обучение? У меня есть данные, чуть ли не половина студентов сегодня недовольны качеством образования. Мы опросили и старших курсников, и первокурсников. Вы чем там занимаетесь? Программы и учебники. Президент приводит пример вчерашнего вечера. Совершенно случайно вчера. Я же опять обучаюсь. В силу семейного положения. Думаю, дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар. Это такого кошмара, я не хочу фамилии даже называть, некоторые известные, я не видел. Что они написали? Это ужас. Советские учебники давали четкие, структурированные ответы на все вопросы. Такой хлам. Ни один студент это не выучит. Это кошмар. И я из года в год говорю, школьные, здесь учебники, проведите в порядок. Напишите нормальным языком. Запомните. Пока вы не положите мне новую методику преподавания, новые программы, новые учебники. И преподавателей, желающих работать, о зарплате забудьте разговоры. Дайте качественный результат. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться. Вы знаете, самые современные образцы и уровни образования. Сделайте у себя лучше. По учебникам принято решение первого каждому из ректоров по написанию ОМК. В стране полсотни университетов. Витебский вуз смог до поручения президента представить отечественный учебник по экономикс. У нас в государстве именно сильные регионы во многом решают серьезные задачи. И наша Витебщина не исключение. Я дорожу своим краем. Это моя малая родина, это моя родина, это часть, северная часть нашей огромной страны. Пусть это небольшая территория, но там масса интересных людей. А историю делают люди. Президент вспомнил и про желтые конспекты, и про громоздкие настройки. Мы всегда бережно относимся к наработанному годами опыту и мудрости. Дай Бог многим сил и здоровья как можно дольше делиться своими знаниями с молодежью. Если эти знания есть, и они совершенствуются. У наших мудрых и с возрастом преподавателей. Не желтые конспекты, трясущимися руками, держат на трибуне. А нормальные, чтобы были преподаватели. И пусть работают до смерти. Если они могут работать, беспокоит другое. Хотелось бы видеть достойную смену. Завтра, после нас, кто будет. Проблема не только в научных кадрах, но и в написании работ. В эпоху искусственного интеллекта интернет замещает мыслителей и созидателей. Глава государства ориентирует в АК. Никаких поблажек, ни борьбы за цифры. Научный Олимп только для лучших. Вы видите все, что происходит в этой плоскости. Вот у нас вице-премьер, он день и ночь болеет образованием. Но вы, я уверен, об этом думаете. Вот отвлекайтесь от своих там записей. Скажите, что здесь опасно? Вот вы мне скажите, чтобы я понял, что здесь. Ну, говорят, меньше стало кандидатов в доктору. Различного рода сговоры, попытки продвинуть какие-то решения, какие-то диссертации и тому подобное. Что касается Республики Беларусь, у нас ни в вузовской, ни в академической среде таких тенденций и преобладаний каких-то нет. Ну вот вы только что назвали 26 или сколько через советы в вузах, через советы прошли? Прошли через советы. Все утвердили, ректор там или кто подписал, направили к вам, вы отказали. Почему до сих пор не рассмотрели эти 26 случаев? Чтобы научить ректоров и советы в вузах работать как следует. Прежде всего, вы этого прощать не должны. Давайте об этом договоримся. Не надо входить в положение, что ректор, совет ошиблись, пропустили там эту кандидатскую докторскую диссертацию, вышла к вам, вы зарубили ее. Я абсолютно убежден, что вы сделали это правильно, потому что неправильно – это куча жалоб. Глава государства всегда ориентирует на острый разговор. Это же золотое правило госуправления – принимать решения, исходя из реальной ситуации. Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. О чем говорить, если отдельные преподаватели, мягко говоря, сами не являются образцами патриотизма? Что мы можем требовать от студентов, если, например, профессор не может или не хочет компетентно ответить им на сложные жизненные политические вопросы? Никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы не научат детей искренне любить Родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду. До ярких мероприятий, которые бы стали событием и сплотили молодежь, я не вижу. Прежде всего на уровне вузов. Все думают, мы тут сейчас на стадионах соберем молодежь, придет президент, что-то скажет, покричим «Ура! Ура! Танцульки!» и разошлись. Зачастую увлекаетесь статистикой и самоотчетами. Образования никогда не было и не может быть вне политики. Вы не просто даете профессию, вы формируете мировоззрение молодых людей. Скажу прямо, вы первые отвечаете за национальную безопасность и несете ответственность за сохранение суверенитета страны. Если среди вас до сих пор работают люди, которые не разделяют наши подходы, нашу политику и государственную идеологию, если вы трудоустраиваете вчерашних шатателей режима, то какие выводы я должен делать о вас? Вопрос для размышления и принятия решения. Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 20-м. И многие смыслы, которые их вывели на улицу, были заложены, к сожалению, в ваших аудиториях. Пока даже должность заместителя министра образования по идеологической работе вакантна. Эта парадигма весьма важная и тщательная. Работать надо филигранно. Глобальный трескод объял умы молодежи. На сложный фронт борьбы за молодых белорусов готов выйти. Глава государства. Или-или стоит сегодня вопрос. Почему я жестко с вами разговариваю? У нас идет смена поколений. Вы понимаете? Вот все мы, сидящие здесь, я раньше, вы позже, мы уйдем. И Качанова тоже уйдет. И Иванец, несмотря на свою молодость, по разным причинам. А кто придет за нами? Сможем ли мы спокойно жить потом там? Не будем ли мы себя корить, что мы чего-то не сделали? Одеться вся молодежь наша хочет. Ух, как! Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. А у нас уже сегодня молодой человек, он, если не оденется, я даже не знаю, как, как телеведущий или теледива, где-то надо, может быть, одеться. Он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Вы говорите, по интернету отстали мы и прочее. Может быть, и отстали. Дело не в этом. Поймите, интернет – это еще семечки. Или цветочки, что? Цветочки. Искусственный интеллект. Как мы завтра будем бороться против этого? Диалоговые площадки – живое слово. К людям надо идти. Нам хотим мы это или нет? У нас управляемая страна. Мы можем достучаться до каждого. Прийти и опровергнуть то, что они увидят в этом Apple, iPhone или, как они там у вас называются, Samsung. В это поле переходит борьба. Там и политика, и финансы. Все будет там. И выборы, и невыборы. Поэтому нам надо готовиться здесь работать. Облегчить жизнь студентов и срочников – это еще одна стратегическая задача от первого. Вы не должны учебы. Учеба, конечно, в ВУЗе – это непростой период в жизни. Это естественно. Но пугать вот этой сложностью учебы – это как в армии у нас. Почему люди боятся идти в армию? Потому что там тяжело и муштри хватает. За что я военных сейчас наклоняю, наклоняю. Компактная республика. Взрослые ребята. Зачем их муштровать? Да, мы другие там армии. У нас Бог есть и в армии, и в милиции, и среди людей погон. Ну, всякое есть. А почему в субботу не дать выходной? Он же с любой точки приедет домой, побудет дома, вернется обратно. И будет он взрослым человеком, он будет спокойно служить. То есть надо сделать так, чтобы люди не боялись идти в армию. У нас есть своя национальная высшая школа – отечественная наука. Создано много, но из-за глобальных вызовов даже мелочи могут являться угрозами. На образовании и, прежде всего, на высшем лежит огромная ответственность в создании белоруса – профессионала и гражданина. Хорошо, что у нашего народа есть президент. Не только управленец, но и национальный мыслитель. Евгений Пустовой, Ольга Бабарека, Владислав Адомицкий, СТВ.